Третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту Гонконга оптимизирует воздушный трафик. Китай успешно запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли. Молодежь Гонконга продолжает традиции кантонской оперы. На атомной электростанции Саньмэнь начали строительство второй пары энергоблоков. Члены экипажа Шинчжоу-13 провели первую пресс-конференцию после возвращения на Землю. Международный аэропорт Гонконга готов открыть третью взлетно-посадочную полосу. Для этого потребовалось отвоевать у моря 6,5 квадратных километров Земли. Мы уверены, что третья полоса увеличит нашу пропускную способность на 50%. Это важное обновление повысит конкурентноспособность аэропорта и будет стимулировать экономический рост. Строительство новой полосы заняло 6 лет и обошлось более чем 18 миллиардов долларов. Руководство аэропорта полагает, что этот проект откроет новую страницу в региональном воздушном сообщении. Как и другие предприятия авиационной отрасли по всему миру, аэропорт Гонконга пострадал от пандемии, но завершение строительства новой взлетно-посадочной полосы и ослабление ограничений вселяют оптимизм в представителей индустрии. С помощью ракеты-носителя Чанчжэнь-4С Китай успешно запустил с космодрома Дзюцуань новый спутник дистанционного зондирования Земли. Спутник уже вышел на заданную орбиту. Он предназначен в первую очередь для топографической съемки, городского планирования, проектирования дорожной сети, оценки урожайности сельскохозяйственных культур и реагирования на стихийные бедствия. Этот запуск стал 425-й миссией с применением ракет-носителей серии Чанчжэнь. Молодые исполнители кантонской оперы из Гонконга займутся продвижением традиционной культуры по случаю 25-й годовщины воссоединения региона с Китаем. Британские власти не придавали большого значения кантонской опере, но после возвращения Гонконга правительство КНР стало активно ее продвигать, в том числе в школах. Местные власти, культурные круги и исполнители из Гонконга Макао и Гуандуна установили более тесные связи и решили совместными усилиями добиться внесения кантонской оперы в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В наши дни кантонская опера звучит в Гонконге почти ежедневно. Ее профессиональная исполнительница Цзэ Хюе Ин старается популяризировать это направление с помощью онлайн-платформ. Кантонская опера заслуживает того, чтобы ее сохранили для будущих поколений жителей Гонконга. Ведь она объединяет одни из самых выдающихся элементов китайской культуры – литературу, музыку, боевые искусства. Когда мы учились исполнять кантонскую оперу, мы узнали о множестве древних культурных традиций. За последние 10 лет Цзэ Хюе Ин посетила многие города и регионы Китая, чтобы отточить свое исполнительское мастерство. Вдохновившись живописными ландшафтами страны, она решила написать новую оперу. Атомная электростанция Саньмэнь в провинции Джиньцзян начала строительство второй пары энергоблоков, которые, по предварительным оценкам, будут поставлять 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Запуск двух первых энергоблоков состоялся в 2018 году. С того времени они выработали более 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. После запуска второй пары энергоблоков электростанция Саньмэнь будет ежегодно генерировать 40 миллиардов киловатт, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 30 миллионов тонн в год. Саньмэнь поможет обеспечить стабильное энергоснабжение восточной части Китая с низким углеродным следом. 16 апреля возвращаемая капсула корабля «Шэньчжоу-13» с тремятой канавтами благополучно приземлилась на севере Китая после шестимесячной миссии на космической станции. 74 дня карантина спустя экипаж корабля впервые встретился с представителями СМИ. На пресс-конференции в Пекине командир отряда космонавтов Народно-освободительной армии Китая Цзэн Хайпэн рассказал о послеполетной реабилитации экипажа и поделился дальнейшими планами. За каждой фразой «чувствую себя хорошо» стоит напряженная работа всего персонала космической инфраструктуры, мощная поддержка Родины и народа, тесное взаимодействие членов экипажа и наши собственные усилия. Именно это позволяет нам оставаться в отличной форме в космосе и на Земле во время тренировок и полетов. Реабилитация космонавтов после возвращения с орбиты состоит из трех этапов – карантин, санаторно-курортный отдых и медицинское наблюдение. Недавно завершился второй этап, после которого космонавты находятся в отличной психологической и физической форме. После медицинского наблюдения и окончательной оценки состояния здоровья экипаж вернется к обычному режиму тренировок.